Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова представляет видеопрезентацию «Полярный оазис в зоне циклонов», которая откроет цикл рассказов об истории Соловецкого архипелага. Белое море, на первый взгляд, может быть отнесено к разряду внутренних морей. Лишь узкое горло соединяет его с ледовитым океаном. На самом же деле, несмотря на то, что своеобразный гидробиологический режим горла и изолирует его до некоторой степени от Северного ледовитого океана, Белое море относится по своим физико-географическим признакам к арктическому бассейну и представляет собой глубоко врезавшийся в материк океанский залив. Эта глубокая впадина котловинного типа в отдаленные геологические эпохи была покрыта ледником. Площадь акватории Белого моря около 95 тысяч квадратных километров. Море имеет четыре крупных залива. Мизенский на востоке, Двинской и Онежский на юге и Кандалакшский, врезающийся в материк глубокой и узкой полосой на северо-западе. Берега моря носят названия Терский, Кандалакшский и Карельский на северо-западе, Поморский, Летний на востоке. Летний берег мощным широким языком вдаётся в море в направлении на северо-запад, к Соловецким островам, отделяя Онежский залив от Двинского. Белое море небогато островами. Соловецкий архипелаг или просто Соловки можно найти на карте мира немного южнее места пересечения северного полярного круга с меридианом 36 градусов восточной долготы. Острова окружены водами холодного и бурного Белого моря, которое соседи Скандинавы в древности называли Гандвиком, Колдовским заливом. Что нам известно о геологическом прошлом островов Соловецкого архипелага, об их происхождении? Исследования, проведённые геологами, установили, что Соловецкие острова покоятся на прочном основании гнейса гранитных коренных пород, которые, однако, почти нигде не выходят на поверхность. Решающее значение в формировании рельефа и вообще основных черт современного облика Соловецких островов сыграл литник. Он определил рельеф Соловков, покрыл коренные породы мощным чехлом кристаллических моренных отложений, который и скрыл коренные породы. На островах много валунов, иногда они лежат мощными грядами. Итак, рельеф Соловецких островов сформирован не коренными породами, а ледниковыми отложениями и позднейшими процессами, в результате которых на островах много песка, продукта механического разрушения кристаллических пород. Фотографии Соловецкого архипелага, полученные учёными со спутников в процессе создания новой температурной карты северных регионов Российской Федерации, показали, что острова выбиваются из общей картины монохромного единообразия приполярных земель. Соловецкие острова, сфотографированные на инфракрасную плёнку, напоминают по окраске не соседние земли, а вулканические районы Японии или российского Дальнего Востока. Вероятно, что это жар из недр планеты прорывается к архипелагу сквозь аномально тонкую земную кору, толщина которой в районе Соловецкого архипелага не превышает 35 километров. За этим относительно тонким покровом породы приборы геофизиков фиксируют резкое, пока необъяснимое падение электрического сопротивления. Схема разреза земной коры, выполненная на основании данных геологических и геофизических исследований, выглядит как выступ раскалённой мантии, остриё которого тянется к Соловецкому архипелагу. Исследования температурных режимов поверхностного слоя почв на архипелаге, произведённые Шварцманом и Болотовым, выявили на севере Большого Соловецкого острова устойчивые относительно мощные тепловые потоки. Конвективный вынос тепла из недр планеты обеспечивает интенсивный подогрев поверхности. Температура почв в зоне термической аномалии превосходит значения, характерные для большинства земель, лежащих на широте Соловков. На кадрах спектрозональной фотосъёмки из космоса аномально прогреваемые участки суши Большого Соловецкого острова выглядят будто бы окружёнными светящимся нимбом. Соловецкий архипелаг включает в себя 6 условно-крупных островов и свыше 200 мелких фрагментов. Суши общей площадью почти 300 квадратных километров. Территория Большого Соловецкого острова 225 квадратных километров. Периметр Большого острова, измеренный по карте курвиметром, едва приближается к 80 километрам. Однако реальная длина береговой линии в два с лишним раза больше, из-за огромного количества бухт и мысов. Остров Анзер имеет площадь 48 квадратных километров. Этот второй по величине остров концентрирует в превосходной степени основные наиболее характерные черты природы и исторические особенности Соловецкого архипелага. Анзер – это Соловки Соловков. Отмечал в своих неопубликованных воспоминаниях Соловецкий узник профессор Озеров. Остров Большая Муксалма расположен к востоку от Большого Соловецкого. Его площадь составляет 20 квадратных километров. Значительную ее часть занимают болота. Большая Муксалма соединяется частично разрушенной дамбой с островком Малая Муксалма, окруженным грядами валунных отмелей. Малая Муксалма по размерам почти равна Большому и Малому Заяцким островам, стоящим против юга западного фасада главного острова. Каждый из этих трех островков обладает площадью, не превышающей полтора километра. Соленость воды в районе Соловецких островов весьма значительна, но следует отметить, что гидрологический режим этой части Белого моря подвержен большим колебаниям, зависящим от разнообразных причин. Эти причины оказывают некоторое влияние и на природные условия самих островов. Рельеф Соловецких островов довольно неровный, изобилующим небольшими спусками и подъемами, а также многочисленными озерными котловинами, но значительных возвышенностей нет. На Большом Соловецком острове можно выделить три основных зоны рельефа. Центральная часть острова с холмистовозвышенным ландшафтом и развитой сетью озер. Южная часть, представляющая собой впадину, окруженную возвышенностями, заполненную торфяными болотами и полузаросшими озерами. И область побережья. Высшей точкой на Большом Соловецком острове является гора Секирная. Высота ее 73 метра. Почва Соловецких островов характеризуется преобладанием песчанистой основы и недостаточным количеством питательных веществ. На этом тонком почвенном слое великолепная разнообразная растительность вплоть до могучих таежных лесов. Исследованиями почвоведов определены следующие основные почвенные комплексы на островах Соловецкого архипелага. Подзолистые, переходные от подзолистых к полуболотным, полуболотные, переходные от полуболотных к болотным, болотные и торфяники. Болоты занимают значительную часть площади острова, кроме обоих Заяцких островов, где болот нет. На Большом Соловецком острове болота находятся в основном в южной, северо-восточной и в восточной частях острова. Центральная и западная части его почти лишены болот. Там есть лишь немногочисленные и мелкие верховые болота вблизи некоторых озер. Торфяные болота сосредоточены в восточной и южной частях Большого Соловецкого острова. Запасы торфа на Соловецких островах превышают 80 миллионов тонн. Промышленная добыча торфа на Соловках началась в июле 1925 года, но продолжалась недолго и в настоящее время не ведется. Природные особенности Соловецких островов в значительной степени определяются влиянием моря. Береговая полоса представляет своеобразную физико-географическую зону. Берега сильно изрезаны и забилуют мысами, морскими заливами, полуостровами. Берега Соловецких островов неизменные, сложенные из рыхлых песчанокаменистых пород, усеяны валунами и местами покрыты редким травостоем. Береговая полоса ограничена лесом, который сплошной стеной окружает остров. Иногда подходя почти к самой воде, а иногда отступая от нее на 180-200 метров. В связи с характеристикой Соловецкого берега следует обратить внимание на версию о том, что Соловецкие острова постепенно растут. В результате исследований было установлено, что поднятие берега имеет место. Соловки растут примерно на 17 сантиметров в столетие. Очень сильно меняют картину Соловецкого берега приливы и отливы. Дважды в день беломорские воды наступают на берег островов, покрывая значительную часть прибрежной полосы, кое-где подступая почти к самому лесу и оставляя на линии уреза полосу водорослей, которая сплошной лентой вычерчена вдоль всей береговой линии. И дважды в день отлив обнажает не только песок и камни берега, но и тысячи оранжево-красных валунов, лежащих в море вблизи берега. Каждый прилив и отлив продолжается около 6 часов 12 минут. Изобилует побережье и морскими заливами. Некоторые из них совсем незначительно. Почти незаметным полукругом вдаются в линию берега. Другие, хоть и невелики по размерам, но глубоко врезаются в берег. Это кислые, грязные, березовые, нерпичьи губы. Есть и крупные губы, такие как сосновая, долгая и залив благополучия. Важнейшее значение имеет открытый с моря, обладающий великолепным рейдом, почти не подверженным значительному волнению, залив благополучия, на берегу которого стоит Соловецкий Кремль. Почти на 2 километра вдаётся он в глубину материка, образуя первоклассную гавань, которая защищена от большинства ветров. Береговая полоса залива благополучия очень сильно изрезана небольшими губами и мысами, а поверхность его буквально усеяна лудами, небольшими каменистыми островками, иногда поросшими кустарником и мелким березняком, и коргами, нагромождениями камней, выступающими с воды. Близость полярного круга и арктической области, конечно, не проходит бесследно для соловков. Об этом напоминают и отдельные, типично северные по своему виду, участки островов, и некоторые особенности соловецкой флоры, и своеобразные черты местного климата. И все же по облику и по характеру климата соловецкие острова представляют своеобразный оазис посреди Белого моря и резко отличаются от окружающих их районов Беломорского побережья. Наличие на соловецких островах микроклимата отмечено очень давно и не подлежит ни малейшему сомнению. Он сказывается и в относительном запаздывании времен года по температуре сравнительно с другими местностями, и в том, что местная весна значительно холоднее осени. Более того, март на Соловках холоднее даже декабря. Микроклимат сказывается и в мягкости зимы, и в высоком уровне влажности. Все эти черты в том своеобразном специфическом сочетании, в котором они представлены здесь, и формируют соловецкий микроклимат. Главные факторы, образующие его, это островное положение соловков на Белом море и нахождение в сфере интенсивной деятельности циклонов. С наступлением зимы море, постепенно остывая, отдает суши тепло. Отепляющая роль моря сказывается и в сравнительно высокой средней температуре января на соловках. С февраля отепляющее влияние моря, к этому времени уже остывшего уменьшается, и климат принимает более континентальный характер. Однако и в феврале сильные морозы бывают редко, а морозы, приближающиеся к минус 30, вообще исключительный случай. В апреле-мая остывшее море интенсивно отдает холод, играя по отношению к суше охлаждающую роль. Поэтому средняя температура этих месяцев невысока. Несколько слов о ледовом режиме моря, играющем роль одного из важных климатообразующих факторов в этом районе. Как известно, Белое море сплошь не замерзает. Вокруг всех участков суши образуется полоса ледового припая, ширина которой, хотя и зависит от ветров, температурного режима и других причин, но не бывает меньше нескольких километров. Опоясывая все участки суши, припай этот оставляет незамерзшей, свободной от льда часть моря между этими участками суши. Многолетними наблюдениями установлено, что ширина этой полосы воды между материком и островами и в самой суровой зимы не бывало меньше 8 километров. Сплошная полоса ледового припая окружает зимою и Соловецкие острова. В ноябре замерзают залив благополучия и малые бухты, а открытая часть залива и рейд заполнены подвижным ледом. Незамерзающая полоса на море между материковым и островным припаем является причиной того, что на протяжении многих веков Соловецкие острова с ноября по май оказывались совершенно отрезанными от внешнего мира. Важнейшим фактором, влияющим на Соловецкий климат, являются наряду с Белым морем циклоны, идущие с Атлантики и систематически проходящие над Соловецкими островами. Центры почти 25% всех циклонов, идущих через Европу с Атлантики, проходят через Соловки, а центры еще 25 циклонов проходят вблизи Соловков. Соловецкие острова оказываются таким образом в сфере действия почти половины всех циклонов Европы. При этом, в связи с общим температурным режимом Белого моря и Ледовитого океана, центры, проходящих через этот район циклонов, смещаются в осенние и зимние месяцы к северу, а в весенние и летние месяцы к югу. Это еще один фактор, под влиянием которого температура осени и зимы оказывается на Соловках выше, чем на расположенных даже значительно южнее частях материка. Если зима на Соловках сравнительно мягкая, то летом не бывает большой жары. Средняя температура летних месяцев не очень высока. В июне 8, в июле 12, а в августе 11 градусов по Цельсию. Так же, как и сильные морозы, сильная жара летом редкость на Соловках. Средняя годовая температура на островах положительная, плюс 1 градус по Цельсию. На Соловецкий климат значительное влияние оказывают ветры, которые здесь часты. Ветреных дней в году бывает в среднем 160, и они сравнительно сильны. Соловки бывают разными, спокойными и величественными, серыми и неприветливыми, но тот, кто хоть раз их увидел, непременно захочет вернуться. Посмотрите, как красив залив благополучия в предвечерний час, когда остановившееся над морем солнце окрашивает берег, воду, островки и корги, здания на берегу и сам Кремль в нежный розоватый цвет, когда торжествует живая тишина, когда все, что оказывается в поле нашего зрения, приобретает какую-то особую стройность, силуэтную выразительность и поистине художественную законченность. Если вдруг вы упали духом, если вдруг в голове разруха, если в жизни все тлен и прах, побывайте на соловках. Если все в вас окей, пока, и плюете на всех свысока и довольны собою сами, не гнушайтесь-ка соловками. Если вам не хватает русского, вы в плену восприятия узкого, не хотите жить, как совки, поезжайте на соловки. Если Богом дана вам власть, не хотите лицом в грязь упасть, знайте, силу найдете там, поклонитесь соловкам. Если любите лона природы, если ловите чары свободы и бежите квартир оков, не обойтись вам без соловков. А стоять будут веки вечные камни, символы бесконечного, не имеющие цены островки, русский дух, русский мир, соловки. КОНЕЦ